Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алюне и Катюне. Всё просто, хотя далеко-далеко не просто. У них вышел новый влог. Наконец-то перестали ездить, да, перестали закупаться. Пора и готовить. Вкусные куриные ножки в соусе терияки. Коля, как всегда, поприветствовал, обещал, что будет интересно и сказал, что погода тоже интересная. Хотя ещё и не знал, что они будут показывать, да. Говорит, может, будем работать. Бедный Калюня, как же ему тяжело даётся это приветствие. По-моему, как только Алюня на него наводит камеру, у него сразу пропадает речь. Зато у Алюни не закрывается рот. И тепла пожелала, и про погоду рассказала прям на целый год, да. И в шоке, и в восторге было от видео, которое прислала ей Полина, что Ульяна, будучи в полтора месяца, держит голову. И говорит, что положено якобы в три месяца деткам держать голову, а Ульяна вовсю держит. Алюнь, ну вот откуда тебе знать, во сколько начинают держать головку детки? У всех по-разному, у всех по-разному. А это прям, слушайте, готово было выскочить из халата. Ну, держит головку, и хорошо, и слава богу, зачем на весь мир трындеть об этом? И дальше говорит, что Ульяна вовсю начала хохотать, гулить, говорит, колоссальное развитие. Ну, какой-то феномен растет, да, Алюнь, да. Но по поводу хохотать, мне кажется, это уже вообще перебор. Хохотать в полтора месяца детки могут улыбаться, но эта улыбка у малышей неосмысленная. Ну, а дальше говорит, пойдем на кухню. Говорит, я вон в халате на босую ногу просила показать Калюню босые ноги. Калюня, наверное, глянул на ноги и решил их не показывать, да. Говорит, уже все подъели, все раздали, и надо приготовить еды. Ну, как всегда, знаете, напоминает мне Уралочку, что наготовит вот этими вот 10-литровыми ведрами, и тут же уже ничего нет. И, как всегда, да, тому дали, тому дали, а самим ничего не осталось. У Уралочки точно так же, да. Дальше Алюня рассказывает, что Калюня пришел с работы, заварил себе кофе и сидит проверяет Алюнин телефон. Да, не написал ли кто из мужчин, наверное. Ну, и говорит, что вот, может быть, ты хочешь там сыр, колбаску, но Калюня не желает. Рассказала, что дали брату, да, и говорит, не гостинцы, а просто продукты. И как это понимать, не гостинцы. Гостинцы – это как в подарок дали там колбаску, сыр, а здесь продукты как? Как в ее понятии не гостинцы, а просто продукты, наверное, за деньги. Ну, а как же так получается? Алюня должна что, содержать и брата, и Полинку, и самим, чтобы досталось. Алюня, значит, показала, какую кастрюлю картошки она поставила варить. Говорит, молодежь обещала приехать, да, и себе сами покушаем, и с собой дадим. Ну, потому что Полине не хочется, ну, готовить. Ну, такая вот у нас Алюня щедрая. Дальше в кадре Калюня, да. Алюня сказала пожелать всем приятного аппетита, может, кто кушает. То бишь, позволила сказать слово Катюне, да. А потом сказала, молодец, похвалила мальчика, да. Хотя, ребят, как только он появляется в кадре, и как только ему дают слово, видно, как он теряется и не знает, что сказать. Ну, и, значит, Алюня говорит, что вот, Коля сейчас поедет налоги платить, там ещё что-то квартплату, что ли, говорит, заедет к молодёжи, может, привезёт их. Интересно, какие налоги они платят. Вроде как монетизации нет, а налоги платят. А, наверное, Алюнины налоги, да, с массажного кабинета. Угу. Дальше, в общем, она принялась уже готовить эти крылышки. Посолила, поперчила, приправы добавила, и, значит, добавляет этот соус терияки. И Алюня за кадром нам рассказывает, что он безвреден, просто безвреден. А Алюня говорит, ну, обычный соус терияки опять безвреден. Калюня, ты так уверен, что этот соус безвреден, как я не уверена, что ты в школу ходил. Ну, честное слово. А ещё Алюня похвасталась, что, наконец-то, их старую грязную сковородку отмыли, да. Какие-то там друзья или, ну, знакомые почистили. Ну, Алюня не успела туда налить масло и пожарить в ней один раз, как опять почернела. Ну, говорит, этой сковородке так много лет, и чем она только и не пробовала её отмыть. И эта сковородка ещё её бабушки. Я бы, ребят, честное слово, уже выкинула бы давным-давно эту сковородку. При том, что Алюня всё хвастается, что у неё куча новых сковородок. И опять слышали, что Алюня сказала, что соус винно-карамельный имеет такой вкус и слащавый. Есть соленковатый, а есть слащавый. Ребят, я не могу. Пора заводить и правда какой-то отдельный блокнот и записывать туда все перлы Уралки и все перлы Кубанки. Уже как что-нибудь скажут, хоть стой, хоть падай. Ну и Калюня за кадром, да, как клоун. Всем хорошо, всё хорошо, класс, замечательно. Ну, а что он может сказать ещё? Курица, конечно же, пригорела, было заметно. Но Алюня сказала, это от соуса и прилипает, и пригорает. Но это любимая корочка Калюни. Да, конечно же, конечно же, кто бы сомневался, что Калюня съест и горелое. Дальше, ребят, новый перл, да, только уже от Калюни. Кастрюля, да. Алюня попросила его снять, значит, со сковородки эти окорочка и сложить их в кастрюлю. И вот так вот он сказал, точно в кастрюлю или в желудок. Калюнь, давай мы тебя будем называть теперь кастрюля. Это же надо, слушайте, вот так вот говорить, да. И это же не кубанский говор, ребят. Это безграмотность, самая настоящая безграмотность. Слащавый, соленковатый. Ну, что это за разговор? Дальше Алюня зацепила комментарии, что якобы в комментариях им желают добра, желают мира. И кто-то там спросил, почему добра, почему мира. Ну, говорит, потому что мы желаем, якобы, и им желают. Ну, а какие-то отрицательные комментарии якобы отсутствуют. Да, они присутствуют, только их удаляют со скоростью, просто со скоростью. Да, они и не отрицательные, просто критику ни Алюня, ни Калюня не переваривают. Точно так же, как и их копии, да, уральские. А Калюня только и способен, да, это выложить из сковородки в кастрюльку. И то, попозировав при этом на камеру. Ну, потому что ему дома мамочка готовила, а теперь новая мамочка появилась, мамочка Оля, которая тоже ему и готовит, да. Только вот как-то больно плохо одевает Калюню. Сама каждый день наряды меняет, а Калюне почему-то не достается. Ну, и закончили они свой видеоролик, как всегда, кучей пожеланий, да. Поставили тушить эти крылышки серияки, окорочка, прошу прощения. Пюре, сказала, сварит потом. Ну, и говорит, пойду я работать, а Калюня пойдёт платить налоги. Да, за Аленю, за Аленю платить налоги. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok